Вслед за Парижем, Мехикой и другими крупными городами приложению Uber объявили войну и таксисты Буэнос-Айреса. Многие из них недовольны тем, что конкуренты переманивают пассажиров более низкими тарифами. А что думают о приложении сами местные жители, расскажут наши международные обозреватели. В Буэнос-Айресе онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber начал свою работу на фоне массовых акций протеста. Местные таксисты перекрыли около 15 улиц, требуя от властей столицы запретить работу приложения. Многие из них опасаются, что на фоне растущей популярности онлайн-сервиса они потеряют работу. Я работал таксистом целых 18 лет и не хочу, чтобы мы, лицензированные таксисты, потеряли источник своего дохода. Теперь любой автовладелец при желании может стать таксистом. У аргентинских таксистов претензии к Uber такие же, как и у их коллег по всему миру. Нечестная конкуренция. Представители профсоюзов уже провели совещание и готовят обращение в суд. Около 40 тысяч городских таксистов систематично должны оплачивать специальную страховку для пассажиров, а также соблюдать ряд правил для того, чтобы сохранять лицензию. А с водителей Uber не требуют того, что требуют с нас, поэтому их деятельность нелегальна. С таксистами согласны и власти, однако представители Uber уверены, что предоставляют свои услуги на вполне законных основаниях. Кроме того, они сообщили, что сейчас в аргентинской столице готовы предоставить свои услуги уже более 10 тысяч водителей Uber. Мне нравится то, что воспользовавшись программой Uber, я могу оценить качество каждой предоставленной услуги. Кроме того, разница в цене. Традиционные службы такси берут дополнительную плату, например, за багаж. Uber выходит значительно дешевле, и это замечательно. Компания Uber была основана в 2009 году двумя предпринимателями в Сан-Франциско. По последним данным, приложение доступно уже в 68 странах. А стоимость компании в 2015 году оценивалась в 50 миллиардов долларов.